Сегодня день рождения Юрия Г. Тимарканова. Ему исполнилось 85 лет. Говорим о нем как о огромном артисте, который жив, потому что мы о нем думаем, мы помним его изумительные, наполненные подлинной красотой, годы служения и театру Кирова, теперь Мариинскому театру, и Ленинграду, теперь Санкт-Петербургу, и стране своей, тогда еще Советскому Союзу и России. И хотим, конечно, сегодня официально, может быть, объявить о том, что кабинет, в котором работал Юрий Хатуевич, он провел здесь 11 лет, очень многие решения обсуждались, принимались именно здесь, вот за этим столом. Я, будучи его ассистентом, помощником, а потом уже и коллегой младшим, достаточно часто, наверное, сотни раз обывал и могу вспоминать бесконечно то, о чем здесь говорилось, и чему были направлены огромные усилия, о чем размышляли, и как результат всего этого рождались спектакли, которые прожили огромную жизнь, а два спектакля, особых, совершенно неповторимых, и сейчас продолжают украшать сцены Мариинского театра Евгения Онегин, спектаклю более 40 лет. Пиковая дама сегодня тоже идет на сцене филиала, нашего приморского филиала в Владивостоке, и обязательно вернется сюда. Пускай эти два спектакля живут, это уникальный, редкий случай, когда действительно выдающийся музыкант и дирижер решил взять на себя, и смело это очень сделал, вот, труд поставить спектакли по Чайковскому. Мне кажется, что кабинет Юрия Хатвича Тимирканова будет служить прежде всего как утверждение и как напоминание, как воспоминание о том, чему действительно должен служить такой театр, как Мариинский, как театр Кирова, в те годы, когда мы еще были юными и попадали сюда, а это было пределом самых заветных мечтаний для многих и многих и многих. Здесь есть партитура, которая нам напоминает о том, что сделаны фотографии, которые мы будем видеть теперь уже в кабинете Юрия Хатвича Тимирканова. Ничего тут не меняли, вот, но теперь мы будем ясно представлять себе, в какой обстановке работал один из великих дирижеров столетия, один из великих советских, российских дирижеров, наш непосредственный руководитель, а в моем случае это единственный мой руководитель. Трудно сказать, хотели ли мы подражать Юрию Хатвичу, наверное, хотели, но мы точно хотели делать примерно то же самое, что делаю Юрию Хатвичу, служить композитору. Я смотрю на партитуру «Войны и мир», только что, буквально неделю назад, трижды мы давали эту оперу, но благодаря Юрию Хатвичу она появилась здесь в 1977 году. Для меня это было первое знакомство с этой оперой, и мне посчастливилось дирижировать чуть ли не третий, четвертый спектакль. Я уверен, что многие из вас тоже хотят сказать что-нибудь. У меня этот кабинет связан с моим первым шагом входа в Кировский театр. Когда в далеком январе 1980 года позвонили в режиссерское управление оперной студии консерватории, когда в то время она еще функционировала, и я там после консерватории работала, мне было предложено перейти театральную площадь и зайти в кабинет к Юрию Хатвичу Тимирканову. Я взяла первый попавшийся клавир, это был какой-то ободранный клавир Фауста, который я, как я считала, играла очень хорошо. Я его взяла под мышку и перешла площадь, и поднялась вот по этой лестнице. Дверь была открыта, здесь не было никого. И я спокойно так стала разглядывать все, что здесь находится. Габелены, они были очень красивые. И вот отсюда, вот из-за этой двери, неожиданно, появился Юрий Хатвич Тимирканов, которого я видела живьем первый раз в жизни. Это целый этап в нашей жизни. Мы пришли сюда совершенно молодыми людьми после консерватории. Мало что знали из того, что касается нашей театральной жизни. И благодаря такому общению с таким большим музыкантом, я думаю, что мы много почерпнули для себя хорошего и полезного, что мы сейчас отдаем нашим ученикам уже в нашем возрасте. Поэтому спасибо, спасибо вам огромное. Зигзаги человеческой судьбы, конечно, непредсказуемые и фантастичные. Вот сегодня мы с благодарностью открываем этот кабинет Юрия Хатвича. А я до сих пор сюда вхожу с дрожью, потому что в 82-м году, когда я был еще студентом консерватории, и была сдача, генеральная репетиция оперы Евгения Анигина днем, а после этого было в этом кабинете обсуждение. Каким-то образом немыслимым, я уже не помню, каким я сюда попал, проник, здесь было очень много знаменитых, уважаемых людей. Иса Агдович Грикман, Биалик, секретарь парторганизации Ангелина Кабарова, красавица сидела, Пахомова из обкома тоже. Все женщины были красивые, все мужчины были невероятно умные. И вот я помню, здесь сидел сбоку Юрий Хатвич, здесь сидела Пахомова. И вы знаете, что интересно, что критика была довольно такая, не всегда лицеприятная, что для меня тогда было совершенно удивительно. И Грикман, и Биалик высказывали там, ну, долго очень длилось это обсуждение, и Юрий Хатвич не проронил ни одного слова. Он сидел молча так, с полуулыбкой своей такой, затаенной, таинственной. А потом Пахомова сказала, всем благодарю. Сегодня состоялось создание, открытие нового вообще театра, нового отношения к сцене, к опере. И мы сегодня открыли заново оперу Чайковского Евгения Никина. И она была в этом права. Это действительно так. Потому что для меня, лично тогда совершенно молодого зеленого юнца, многие вещи, действительно, до дрожи это было потрясение, что я услышал. Просто взять один пример, куплет от реки. Вироза, он замедляет темп, на пианиси ему убирает, пицциката добавляет, и Татьяна в это время смотрит на Ленского, и я уже слышу не от реки, а звук человека, это сердце Татьяны. Вот это один из примеров, и так это было во всем. От первой до последней ноты. Так что он действительно, действительно, в самом лучшем смысле новатор, не искажая ни одной ноты у автора. Позволю себе немножко более официально объявить о том, что этот кабинет Юрия Хатюча Тимирканова теперь становится кабинетом Тимирканова, который может быть открытый для любителей оперы, и мы постараемся организовать это очень аккуратно, очень спокойно. Хочется, чтобы все сохранилось тут в таком же виде, как им кабинет был при Юрии Хатючи. Мы все помним и сохраним его для, в том числе и молодых людей, которые даже сегодня не знают многое в этом театре. Спасибо огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»